С наступлением нового учебного года в школы города появятся уроки доброты. Что такое инвалидность? Как правильно общаться с детьми, у которых ограниченные возможности здоровья? И почему особенный одноклассник на самом деле такой же ребенок, как и все? Об этом люди с инвалидностью сами расскажут подросткам. Сейчас они только готовятся к специальным урокам. Можно ли научить доброте? Узнала Ксения Фрик. Почему человек становится инвалидом? Этот непростой вопрос ученикам пятого класса задают участники проекта навстречу инклюзии. Правда, пока в роли школьников взрослые, родители детей с инвалидностью. Сегодня их обучают урокам доброты, а затем свои знания они передадут подросткам. А как правильно называть людей, например, со слабым зрением? Занятия со школьниками готовятся вести и Иван Глинчиков. Проблемы со здоровьем не помешали молодому человеку учиться в одной школе со сверстниками. Еще в детстве родители объясняли, что он такой же, как все. И мне кажется, что детки должны учиться наравне. Я ходил в обычную образовательную школу наравне с детками, осваивал абсолютно ту же программу, не адаптированную. Стремиться надо именно к тому, чтобы позиция родителей сводилась к включению этого ребенка в обычный класс, в обычную программу обычной школы. Обычным должно быть и отношение к такому ребенку. Причем не только со стороны одноклассников, но и со стороны учителей, рассказывает координатор проектов по инклюзивному образованию Анна Михайленко. Такие семинары столичные спикеры проводят по всей России. Такой предрассудок среди учителей, что все дети жестокие. И детей с инвалидностью будут убежать. И мы говорим, что чем раньше мы будем говорить детям, что помимо рыжих, конопатых, людей в очках, что все мы разные, бывают еще и люди с инвалидностью. По нашему опыту, если к ребенку в детский сад приходит ребенок с инвалидностью, они его воспринимают точно так же, как и других детей. Все разные, но все равные. Поэтому и учиться дети должны вместе. Именно эту главную мысль будут доносить во время уроков доброты. Занятия в кировских школах начнутся уже с этого учебного года. Сейчас у нас первая на очереди 18-я школа, в которую планируется через год поступить детки, например, с аутизмом. Поэтому с нее мы начинаем. Далее мы будем работать с другими школами. У нас уже есть наметки, есть некоторые договоренности. То есть отторжения нет. То есть нас готовы принимать, и работа предстоит действительно большая. Проект «На встречу инклюзии» рассчитан на 4 года. За это время организаторы планируют проводить не только уроки доброты, но и тренинги для педагогов. В итоге доступной должна стать не только среда, но и общение. Ксения Фрик, Антон Мамаев, Бюро новостей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова